Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы рекомендовали подписаться. На нашем канале большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля с левым и с правым расположением рулевого управления. В том числе и обзоры на разные модели машин, как тест-драйвы, так и обзоры технические, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про компактный городской хэтчбэк с правосторонним расположением рулевого управления. Про этот автомобиль вы, скорее всего, вспомните, если будете выбирать себе машину с минимально возможным расходом топлива в городском цикле. Огромный плюс заключается еще и в том, что модель эта достаточно свежая и ее все еще можно купить в беспробеговом варианте. В следующие несколько минут мы посмотрим автомобиль изнутри и снаружи, поговорим немножко про технику, а также заглянем на машину с подъемника. Встречайте, Toyota Aqua в кузове P10, первое поколение. Toyota Aqua в кузове P10, так эта машина называлась для японского рынка, а в версии с левым рулем Prius C, появилась в далеком 2011 году. На конвейере эта модель простояла целых 10 лет. Настоящая прорва времени по нынешним меркам. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2021 году. Машина в ходе своего выпуска прошла через два рестайлинга в 2017 и перед этим в 2014 годах. Выбор у покупателя подобного автомобиля в Японии касался только комплектации машины. Какого-либо разнообразия силовых установок здесь не было. Только гибрид, под капотом полуторалитровый бензиновый двигатель на 74 лошадиные силы, работающий в паре с электромотором. Суммарная мощность силовой установки порядка 100 лошадиных сил. Автомобиль этот задумывался как более компактная, легкая и экономичная версия Toyota Prius. И в целом у компании получилось. Наш сегодняшний экземпляр 2018 года выпуска. Пробег по Японии 89 тысяч километров. И очень-очень богатая комплектация. Гибридный хэтчбэк Аква автомобиль. Компактный, габаритные размеры кузова. Длина 4 метра 5 сантиметров. Ширина 1 метр 69. А высота 1 метр 45 сантиметров. Колесная база этой машины 2 метра 55 сантиметров. Что также не запредельное значение. Автомобиль получился достаточно легким. Снаряженная масса этой машины 1090 килограмм. А максимально разрешенная 1360 килограмм. Что касается толщины и качества лакокрасочного покрытия. Большинство автомобилей, которые попадали к нам из Японии. Имели заводской слой окраса в диапазоне от 90 до 130 микрон. Самое большее. Так что при проверке автомобиля. Имейте ввиду, если на каком-то элементе показания будут превышать указанное значение. Не лишний будет более пристально осмотреть элемент на предмет возможного предшествующего ремонта. Что касается ржавчины и прочих дефектов лакокрасочного покрытия. То большинство таких автомобилей, которые попадали к нам в беспробеговом виде. Еще не имели каких-то явных следов поражения ржавчиной. Но можно предположить, что на самых старых экземплярах подобных машин. Не лишний будет проконтролировать состояние днища. Задней части кузова в районе усилителя бампера порогов. Ну и возможно низов дверей. Хотя автомобили от Toyota последней генерации демонстрируют очень неплохую коррозионную стойкость. По традиции обзор автомобиля мы начинаем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает достаточно широкая крышка. Каталожный объем багажника на этом хэтчбеке 305 литров. Что на 25 литров меньше, чем на кроссовере Geely Coolray. Который мы недавно обозревали. Но объем это объем. Давайте посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Надо сказать, что сам багажник не производит впечатления очень уж маленького. Ширина проема по его средней части порядка 97 сантиметров. А высота багажного отделения от пола до крыши чуть больше 80 сантиметров. Ширина багажника по полу в самом узком месте это 99 сантиметров. Ну а длина по полу порядка 69-70 сантиметров до спинки передних сидений. Если же вам нужно перевести что-то объемное или габаритное, конечно, вы можете сложить спинки заднего сидения. Делать это придется из салона. И в этом случае вы получите длину багажного отделения где-то в районе метр тридцать четыре. Ну а если проталкивать груз дальше между передними сидениями, то до самой передней панели будет порядка двух метров девятнадцати сантиметров. В принципе, достаточно неплохо для маленького автомобиля. Единственный момент. Складывая спинки заднего сидения, вы ни в коем случае не получите в этой машине ровный пол. Поскольку под задними сидениями в данном случае располагается высоковольтная батарея гибридной установки. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажному отделению, здесь по большому счету говорить не о чем. Присутствует только плафон освещения по левой стороне. Под фальшполом в нашем случае располагается докатка и набор штатного инструмента. Ну а теперь поговорим про салон Toyota Aqua. Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это довольно-таки нетривиальный дизайн передней панели. Ну и второй момент. Конкретно у этого автомобиля комплектация, если не максимальная, то, похоже, очень близка к таковой. Здесь полностью кожаный салон и достаточное количество опций. Что касается посадки за рулем. Мне с моим ростом 1,86 м достаточно быстро удалось подобрать оптимальную посадку. Рулевая колонка имеет механическую регулировку. Регулируется она здесь как по вылету, так и по наклону. Но вот диапазон этих самых регулировок мог бы, конечно, быть и немножко побольше. Здесь примерно та же ситуация, что и в Toyota Fielder с 2014 года. Что касается диапазона регулировки самого сидения, то он здесь тоже довольно-таки большой. При максимально отодвинутом назад кресле, также опустив вниз подушку сидения, я спокойно вытягиваю левую ногу в колени до прямого положения. При этом еще не касаюсь носком полу-салона. Так что есть предположение, что за рулем Toyota Aqua сможет устроиться даже человек с ростом выше, чем 1,90 м. Что касается упора под локти, по правой стороне у нас присутствует подлокотник. С левой стороны на водительском сидении также есть подлокотник. Так что в плане упора под руки здесь все хорошо. По части пространства запас над головой есть, хоть он и не очень глобальный. И в целом, несмотря на компактность автомобиля, здесь не возникает ощущения нахождения в блиндаже или какой-то сдавленности. Места достаточно. Что касается органов управления, здесь в целом все очень привычно, как в любой другой Toyota. Под правой рукой у нас блок управления стеклоподъемником и центральным замком. Правда, в данном случае автоматический режим имеет только водительское стекло. Справа от руля располагается кнопка запуска остановки двигателя, блок управления боковыми зеркалами, а также клавиша включения-выключения автоматического переключения света фар ближний-дальний, клавиша управления системой контроля в полосе и контроля дистанции. Справа под рулем у нас привычный по любой другой Toyota джойстик круиз-контроля. На самом руле управление мультимедиа, причем руль, кстати говоря, достаточно удобный, хватки и кнопки под рукой, то есть куда-то тянуться не нужно. Все в пределах досягаемости больших пальцев. По центру приборной панели под огромным дисплеем мультимедийной системы у нас панель климат-контроля. Климат автоматический, но рассчитанный только на одну зону. Все сгруппировано достаточно логично, кнопки тактильно различимы, то есть управлять всем этим делом можно не отвлекаясь от дороги. Регулировка температуры у нас осуществляется при помощи удобной поворотной рукоятки, ну а регулировка скорости вращения вентилятора по старинке клавишами. Также дополнительный блок клавиш располагается рядом со стояночным тормозом. Здесь у нас подогревы сидений, включение-выключение системы стабилизации и режимы работы автомобиля. Режим чисто электрические движения на электротяге, либо режим экономичный. Что касается каких-то бардачков, ящичков и мест для хранения, то на передней панели у нас присутствует достаточно удобная с прорезиненным ковриком полочка. Сам бардачок, не сказать, что безмерно огромный, но вполне себе приличный по меркам компактных автомобилей. Есть более крупные машины, где бардачок меньше. Есть карман в передней консоли внизу, два подстаканника. И, собственно, еще один подстаканник, скорее всего, для задних пассажиров. Он одиночный и никакого центрального бокса здесь, конечно, мы не видим. В дверных картах по низу присутствуют очень маленькие ниши, передняя часть которых отформована под небольшую бутылочку. Ну и также на передней панели, непосредственно перед водителем, есть два кармана, куда, например, можно положить ключи, либо авторучку, либо что-то подобное. По части обзорности здесь все неплохо. Боковые зеркала, несмотря на зауженную краю, форму довольно большие по площади и информативные. Присутствуют дополнительные маленькие окошки в передних дверях. И в целом с обзорностью вперед здесь все хорошо. Ну а парковаться задним ходом помогает камера изображения, с которой выводится на просто-таки огромный, повторимся, дисплей по центру приборной панели. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит у нас на заднем сидении. А на заднем сидении Toyota Aqua человек с ростом 1,86 м, как я, например, усевшись сам за собой, будет чувствовать себя слегка обделенным по части пространства. Колени здесь упираются в спинку переднего сидения. Но при этом, кстати говоря, практически не отрываются от подушки сидения, которая здесь отформована под двух сидоков. Хотя центральная часть достаточно плоская, но тем не менее она сильно выступает наверх. Но три пассажира при желании тут все же разместятся. Во всяком случае, тоннеля под ногами третьего пассажира здесь нет. Пол ровный. Спинка здесь по наклону, естественно, никаким образом не регулируется. Никаких дополнительных удобств для задних пассажиров в этом хатчбеке не предлагается. Подлокотника по центру здесь нет. Под правую руку у пассажиров есть подлокотник, опять же, в дверной карте, но он довольно-таки жесткий и не сказать, что сильно удобный. И на спинке водительского кресла производитель предусмотрел крючок, на который можно подвесить, например, пакет с чем-нибудь, дабы он у вас не валялся на полу и не рассыпался. Так что для дальних путешествий этот автомобиль не шибко подходит, хотя бы в силу ограниченности места на втором ряду. Хотя для этого он и не задумывался. Что касается начинки подкапотного пространства Toyota Aqua, то здесь используется гибридная установка по тойотовской схеме. То есть то, что мы и привыкли понимать под словосочетанием гибрид. В качестве бензинового двигателя используется 1NZ-FXE, адаптированный для работы по циклу Аткинсона-Миллера. По конфигурации бензиновый двигатель – это рядная алюминиевая четверка с двумя верхними распредвалами, с гидрокомпенсаторами и цепным приводом газораспределительного механизма. Этот движок выдает 74 лошадиные силы, но суммарная мощность всей установки вместе с электромоторами порядка 100 лошадей. Для маленькой легкой Aqua этого хватает с избытком. Рядом с бензиновым двигателем в подкапотном пространстве находится инвертор-преобразователь. Это сердце всей гибридной системы, который и обеспечивает передачу энергии от батареи на тяговый двигатель при необходимости и от электродвигателя номер один, выступающего в качестве генератора, обратно в батарею. То есть схема аналогична той, которая используется на Toyota Prius. Соответственно, у вас здесь также две раздельные системы охлаждения. У бензинового двигателя своя и у инвертора своя. И две помпы. Помните об этом при выполнении техобслуживания. Например, замена антифриза. Менять его нужно в обоих контурах. Так же, как и на Toyota Prius, на Aqua нет, по сути дела, навесного оборудования и приводных ремней. Компрессор кондиционера, усилитель руля. Все это электрическое. И в данном случае проще значит надежнее. Что касается двигателя 1NZ FXE, бензинового, то, по большому счету, больших претензий к этой силовой установке нет. Она весьма надежна. Конечно, если вы будете смотреть машину с пробегом далеко за 150-200 тысяч километров, необходимо будет убедиться в том, что NZ на конкретном автомобиле не начал выплевывать в трубу масло. К большому пробегу на данных двигателях вполне может появляться расход масла на угар. Связан он здесь может быть как с колпачками, так уже и с колечками. Но при этом глобальных каких-то проблем с самой поршневой группой здесь, по большому счету, и нет. Так же не лишний будет осмотреть мотор на предмет сухости. Не должно быть течи, запотеваний и так далее. Цепи на NZ выхаживают где-то около 150 плюс-минус тысяч километров пробега. Так что если машинка имеет пробег достаточно солидный, лучше уточнить у предыдущего владельца, менял ли он здесь цепь, дабы не заниматься этим впоследствии самому. Но, повторимся, NZ мотор достаточно надежный и сюрпризов в эксплуатации не подкидывает. А вот чему можно реально удивиться на этом компактном хэтчбеке, так это экономичности. Расход топлива этого автомобиля, заявленный производителем, какой-то умопомрачительно низкий. Порядка 2,8 литра на 100 километров пути. На самом деле, если подытожить впечатление владельцев, эксплуатирующих эти автомобили в бэушном состоянии уже на территории России, можно примерно определить следующие цифры. На трассе при скоростях движения до 100 километров в час летом эта машина будет потреблять порядка 5-5,5 литров. Если вы любите ездить быстрее свыше 120, будьте готовы к расходу 6. В городе эти цифры будут поменьше. В летний период, когда нет прогревов, в обычном городском цикле эта машина будет расходовать порядка 4,5-5 литров на 100 километров пробега. Ну а зимой с прогревами и короткими пробегами эта цифра может и возрасти где-то литров до 7-8. При этом топливный бак автомобиля имеет объем 36 литров, что в целом достаточно для обеспечения комфортной езды в городском режиме без слишком частых заездов на АЗС. Что касается коробки передач, так же как и на Prius, здесь планетарный редуктор по сути дела, система чисто механическая, внутри шестерни, поломать это все можно разве что специально. Так что в плане надежности к этому узлу также никаких претензий. Единственное, что крайне желательно сделать, выбирая подержанную Акву, это все-таки показать автомобиль профильному сервису по гибридам и посмотреть на состояние самой батареи. Ну и перед тем, как посмотреть на Тойоту Акву снизу с подъемника, давайте определимся, как обстоят дела с дорожным просветом. Все-таки вопрос этот достаточно интересный. По каталогу клиренс этого автомобиля 140 мм, но до самого края переднего бампера порядка 19 сантиметров. Юбка брызговика гораздо ниже, до нее как раз таки 14 сантиметров. Примерно такое же расстояние и до пластиковой защиты. Так что между колес высокое препятствие пропускать не рекомендуется, либо делать это надо с крайней осторожностью. До порога за передним колесом 16 сантиметров. Расстояние до самого порога в задней части автомобиля это порядка 19 сантиметров, но картину слегка портит пластиковый брызговик. 14-14,5. И до края заднего бампера 26 сантиметров. Но ниже этой отметки будет висеть выхлопная труба и буксировочные петли. В любом случае парковаться к высокому бордюру лучше задним ходом. Тем более свесов на этом автомобиле практически нет. Что касается подвески Toyota Aqua в кузове P10, кодовка здесь построена по классической схеме для данного класса автомобилей. Передняя подвеска это Macpherson. При этом в отличие от Toyota прошлых поколений в данном случае передние рычаги у нас уже имеют запрессованные шаровые опоры. Соответственно по задумке производителя меняться они должны только в сборе с рычагами. Никаких болтовых соединений здесь уже понятное дело нет. Стабилизатор поперечной устойчивости, кстати говоря, размещается здесь на подрамнике и доступа к креплению стабилизатора практически нет никакого. Соответственно для замены втулок вам безальтернативно придется демонтировать и опускать подрамник. Ну а рулевая рейка в данном случае конечно же электрическая. Пробег этого автомобиля по Японии 89 тысяч километров и здесь нет абсолютно никаких нареканий технического плана. Все сухо и даже нет никакого намека на ржавчину ни на днище автомобиля, ни даже на элементах подвески. Что касается задней подвески, здесь тоже все очень просто. Используется обычная балка, здесь два сайлентблока, две втулки на амортизаторах, пружины больше по большому счету выходить из строя здесь нечему. Что касается тормозов, спереди тормоза дисковые, сзади барабанные. Так что если вы берете машину с очень большим пробегом, на всякий случай имейте ввиду, что возможно придется в задних барабанах поменять колодочки. Топливный бак 36 литров емкостью, выполнен здесь из пластика, как и собственно горловина бака. Поэтому никаких проблем с ее коррозией здесь понятное дело быть не может в принципе. Так что ходовая часть Toyota Aqua в плане эксплуатации и затрат на эту самую эксплуатацию выглядит крайне неплохо. Подвеска здесь простейшая и с какими-либо глобальными затратами на ее ремонт вы вряд ли столкнетесь. Таким мы увидели сегодня компактный гибридный хэтчбек Toyota Aqua в кузове P10 2018 года выпуска с пробегом по Японии 89 тысяч километров. Если у вас была или есть до сих пор Aqua, на которой вы проехали уже не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно укажите все это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, находящийся на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту публикации этого видео машина все еще будет находиться в продаже. У нас в компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю, включая стоимость, которая со временем может и поменяться, вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видеороликом. Спасибо, что смотрели и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока.